Добрый день! Сегодня решила приготовить борщ. А к борщу у нас любят чесночные пампушки. Так вот, пампушки я сейчас вам покажу, как я их делаю. Бокал теплой воды. Я уже говорила, не горячий, не холодный. Наливаю. Добавляю пол чайной ложечки соли. Ложку сахарного песка. Три ложки масла растительного. И сюда же добавлю дрожжи сухие. Размешаю. Тесто совсем простое, смотрите. И только добавляю дальше муку. Муку я в миску раньше сею, а потом, когда еще добавляю в изделие, тоже просеваю. Муку добавляю, чтобы нам вымесить тесто. Ну, примерно, как на булочке. Такое тесто будет. Еще. Размешиваем. Сначала месим в тазике, а потом уже на столе будем дальше вымешивать. Ну вот, тесто у нас собралось почти в комочек. Сейчас будем выкладывать на стол. Вымешивать на столе будем. Присыпаем стол мукой. Если надо будет добавить, то добавим. Вытаскиваю тесто на стол. Мукой хорошо ложка очищается. Ну и тазик тоже. Когда тазик вот так почистишь, потом легче его отмывать. Тесто все собирается. Трупинки добавляем сюда. Убираем. Начинаем вымешивать тесто. Тесто приятное. Пышное будет. Замесим, чтобы тесто было плотное. Не рыхлое, а плотное. Подбираем муку по краю. Ну, обычно, говорят, месить тесто надо 5-7 минут. Пока все тесто не станет однородным. Ну вот, тесто я вымесила. Минут 7 я его вымешивала. Собрала по столу остатки муки. Такой она получилась. Сейчас мы его отправим на растойку. В миску, в которую месили тесто, добавлю немножко масла. И также немножко на стол. Миску смазываю маслом. И тестом подбираю все масло со стола. Поверхность у теста станет маслянистая. И с ним будет очень легко потом работать. Округляем его. Кладу в миску. Накрываю полотенцем. Чтобы оно подошло подходить. Скажу потом, сколько будет подходить. Пока наше тесто будет подходить. Его, кстати, можно поставить в духовку, как я и делаю. В теплое какое-то место, без сквозняка. И оно будет хорошо подходить. Пока оно будет подходить, я сделаю заправку для чесночных помпушек. Заправка, значит, у меня будет состоять. Где-то 50 миллилитров холодной воды. Две ложки растительного масла. Одна чайная ложка соли. Три зубчика чеснока через пресс пропущу. Советский еще пресс наш. И укроп. Надо порезать укропчик. Как обычно. Не очень крупно, не очень мелко. Запах дает и чеснок, и укроп. Помпушки будут. Соблазнительные. Вызывать аппетит сразу прям. Сюда же. Все это нужно перемешать. Пока мы будем работать с тестом, соль здесь растворится. Все пропитается. Вот такая будет заливка для помпушек. Отставим в сторону. Смотрим. Тесто у нас подошло. Будем с ним работать дальше. Вот оно какое стало. Вот оно какое. Сейчас я из него сделаю колбаску. Разрежу на кусочки. И будем катать шарики. Сильно не мнем. Шарики будем катать с размером маленькое яблочко. Вот такие. Надо сковородку смазать маслом. Сковородка у меня все та же бабушкина. Всю жизнь почти провела в русской печи эта сковородка. Ну, очень хорошо работает и служит нам до сих пор. И такими шариками будем укладывать всю поверхность. Можно немножко поверхность смажу маслом. Чтобы они не прилипали. Чтобы тесто не прилипало. Режем кусочками. Собираем в клубочек, в комочек. Такие вот помпушечки у нас будут. Как маленькие яблочки. Которые только дуны. Ронеточки, наверное. Ну, вот осталось нам для того, чтобы заполнить. Все, донышко сковородки. Еще два шарика сделать. Они у нас потом поднимутся. Высокие станут. Тесто еще осталось. Я так думаю, что и на вторую сковородку почти что хватит. Ну, эту сковородку ставим тоже растаивается. Накрываем полотенцем. И немножко постоит. Минут 5-7. Вот смотрите, сколько у меня получилось с этой порцией теста. Одна сковородочка полная, вторая вот столько. Тоже накрываю. И эту, и эту, и эту уже начала подходить, пока я вторую разделывала. А борщ у меня уже варится. Так что все одновременно, наверное, приготовится. Смотрите, я никак не могу готовить, чтобы была неполная кастрюля. У меня всегда получается до краев. Ну, ждем еще. Не готово еще. Ну, посмотрим сейчас, как наше тесто подошло. Пампушечки наши подошли. Смотрите, можно уже ставить в духовку. Включаем. 180 градусов. А борщ продолжает валиться. Уже на маленьком огне томится. Осталось только зелень положить. Вот как он какой. Прошло полчаса. Пампушки наши должны быть уже готовы. Вот они какие румяные, красивые. Хороший звук. Ставим их на подставку. А вторую партию отправляем в духовку. Но они уже будут меньше готовиться, потому что духовка очень горячая. Хочу показать вам донышку этих пампушек. Смотрите, румяные все. Они совершенно готовы. Так, сейчас я их буду заливкой заправлять. То, что мы готовили с чесночком, с маслицем. Вот так по всему. Ой, сразу аромат пошел на горячее. Лью. Шипит. Слышите? Такая вкуснятина сразу ароматная. От того, что мы их еще поливаем, вверх у них станет помягче. Они же только из печки. И вот в эти промежутки между пампушечками вся заправка наша зайдет, везде проникнет. Потому что она с маслом. Ну, а это оставим для второй партии. А здесь должно немножко-немножко пропитаться. Подождем. Даже уже накрывать ничем не будем. И можно уже пробовать. Приготовила я блюдо для того, чтобы вытащить наши пампушки. Сейчас мы их вытащим. Видите, они помягче стали. Даже разваливаются уже. Ну, так и должно быть. Они же должны отделяться друг от друга. Смотрите. Какие они. Воздушные. Чуть-чуть остынут. Вот и борщ наш готов. Будем снимать пробу. Мясо. Мясо. Сейчас зелень насыплю немножко. Приятного аппетита, конечно, всем. Вот я и приготовила борщ с пампушками. Если вам понравилось, как я это делаю, попробуйте приготовить сами. Вы пробуйте. Все равно когда-то получится. Первый раз, может быть, нет. А потом получится все равно. Оказывается, в интернете сегодня написано, что сегодня день любви. Я вас всех поздравляю с этим днем. Конечно, это все новомодные праздники. Но если вы хотите, то, пожалуйста, поздравляю вас всех с таким днем любви. Готовьте своим любимым. Мужьям. Потому что это ваш выбор. Вы сами их выбрали. Детям. Потому что это ваше продолжение. Внукам. Балуйте всех. Всех с праздником. Продолжение следует.